В первую очередь, наверное, удар сейчас идет по команде Донбасс и уже косвенно как-то и по сборной Украины. Почему косвенно? Потому что, в принципе, у нас есть и в Киеве дворец спорта, в котором могла бы сборная тренироваться. В принципе, для тренировок и тренировочные есть катки, которые сейчас в последнее время построены для сборной Украины, могла бы использовать для тренировок. Ну а для Донбасса, конечно, в первую очередь это удар по команде, потому что сейчас вообще большой вопрос стоит выступление команды в чемпионате КХЛ. И функционеры КХЛ сейчас много об этом говорят. Ну и недавно вышло интервью президента клуба Донбасса Бориса Викторовича Колесникова, который тоже озабочен. Что касается дружбы и чемпионата мира, я думаю, что, в принципе, наверное, это не проблема. Сделать ремонт за два, за три месяца, даже за пять месяцев, если мы говорим о чемпионате мира, он у нас стартует через год весной. Поэтому, я думаю, это не проблема. Самое главное на сегодняшний день, это, конечно, чтобы у нас все стало на свои места, чтобы у нас был в стране мир. И международная федерация, да и вообще вся мировая общественность, хоккейная, спортивная и просто даже люди все озабочены ситуацией у нас на Украине. И все готовы всячески помочь. Ну и спорт это как раз те рычаги, которые могут как-то подвинуть, наверное, все-таки сдвинуть вот эти вот все наши проблемные моменты. И помочь тому же восстановлению мира у нас здесь на Украине. Поэтому, я думаю, все заинтересованы и будут помогать. Нету смысла сейчас той же самой федерации международной ставить какие-то преграды для проведения чемпионата мира в Донецке, а наоборот. Так что, я думаю, что нам будут только помогать.